Росстат 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 Это не только штрафы. Если это уже какая-то серьезная более трех месяцев непогашения, более двух месяцев в полном объеме непогашения, допустим, задолженности, то там уже речь встает и об уголовной ответственности. Кроме того, очень четко мы работаем и с населением. Министерство открыто, существует горячая линия в каждом районе, куда можно обратиться и оставить анонимное обращение, но, конечно же, указав, на каком предприятии имеется задолженность, по какому предприятию идет обращение. И есть также обращение в систему народный контроль. Мы совместно на всех этих комиссиях в рамках Координационного совета рассмотрели 48 предприятий-должников. По результатам по 10 предприятиям были направлены информацию в прокуратуру, в транспортную прокуратуру, в органы пенсионного фонда для принятия действенных мер в соответствии с законодательством. Помимо этого, совместно с органами прокуратуры мы провели в этом году 212 проверок. И по результатам выявлено было 90 работодателей, которые не представляли сведения в органы статистики о том, что у них имеется задолженность и, соответственно, не отчитывались о задолженности. Но в результате вмешательства органов прокуратуры совместно с Координационными советами была задолженность на этих предприятиях погашена. И, конечно же, у нас основной вопрос и у работников, что грозит недобросовестному работодателю в случае, если они задерживают заработную плату. У нас статья 136 Трудового кодекса очень четко гласит, Трудовой кодекс Российской Федерации, заработная плата должна выплачиваться работникам не реже, чем каждые полмесяца. Причем конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, прописывается в коллективном договоре, в трудовом договоре, и с ними знакомится работник по приеме на работу. Каждый должен понимать, в каких числах, какие даты каждого месяца его день получения заработной платы. И причем должна быть не позднее 15 календарных дней произведена оплата за труд со дня окончания периода, за который она начислена. Если 15 календарный день приходится на праздничный или выходной день, то заработная плата должна выплачиваться до праздничного и этого выходного дня. Если есть в трудовых договорах, коллективных договорах какие-то иные правила, то они являются ничтожными, поскольку противоречит Трудовому кодексу. Все должно быть прописано в соответствии с Трудовым кодексом. И, конечно же, об ответственности. Установлено кодексом об административных правонарушениях для должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч, на юридических лиц в размере от 30 до 50 тысяч. Если это рецидивирующий случай, то есть некий повторный случай невыплаты заработной платы, то, конечно же, уже здесь действие более серьезные и сумма штрафа увеличивается. Но самое опасное – это запрет на занятие руководящих должностей на период от года до 3 лет и суммы штрафа. Но хотелось бы привести конкретные примеры. Например, в Муслиумовском районе агрофирмы «Родные края Туганьяр» были наложены штрафы за нарушение трудового законодательства в сфере оплаты труда. За нарушение сроков выплаты заработной платы привлекаются и индивидуальные предприниматели. В Нижнекамске у нас был случай, кстати, звонок поступил на горячую линию, мы узнали об этом индивидуальном предприятии, что имеет место задержка заработной платы. Тоже штрафные санкции были предприняты. Затем директор ООО «Река Транс» по результатам контрольно-надзорной деятельности, у него было повторное нарушение по оплате труда, был дисквалифицирован сроком на один год. Это по итогам первого полугодия. И штрафные санкции Чистопольский элеватор, Международный вокзал Нижнекамск и другие предприятия, где имели место нарушение статьи 5.27 Кодекса административных правонарушений. То есть при этом за нарушение хотелось бы отметить, что штраф налагается как на должностное лицо, которое допустило невыплату, так и на юридическое лицо, которое является, должностное является на виновное должностное лицо, а юридическое лицо это то предприятие, где имеет место такой факт. В части ответственности и по, как я уже сказала, если имеет место частичная задержка на срок более трех месяцев или на срок полной заработной платы в течение двух месяцев, то здесь мы уже говорим об уголовной ответственности. И здесь, конечно же, имеет место и вопросы, когда и штрафные санкции достаточно до 120 тысяч или в размере годовой заработной платы. Кроме того, может, в отдельных случаях принимается дополнительная санкция, как запрет на право занимать не просто руководящие должности, а вообще на определенные должности и заниматься предпринимательской деятельностью, например, в течение одного года, вплоть до принудительной работы или лишения свободы. Все в каждом конкретном случае в зависимости от объемов и сроков задержек. У нас возбуждено с начала года по этой статье 145.1 Уголовного кодекса 34 уголовных дела. И в суд направлено на рассмотрение 5 уголовных дел. Сегодня находится в суде. При этом мы стоим очень серьезно на страже трудовых прав граждан, а выплаты заработной платы, но это просто обязанность работодателя с честь тем, чтобы не допускать никаких нарушений трудового законодательства. И, конечно же, если имеют место такие факты, вы о них знаете, то незамедлительно нужно сообщать либо нам, либо на телефон горячей линии, либо в систему народный контроль, либо в органы прокуратуры и, конечно же, в органы госпродинспекции. То есть в тех, кто непосредственно делен контрольными и надзорными полномочиями в части соблюдения правовых законодательств. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Татаринформ